Приветствую вас! Отвечая на вопрос о том, стоит ли сделать шаг навстречу очень дорогой и любимой подруге, сразу можно сказать, что да, шаг сделать шаг. Хотя бы потому, что она для вас дорогой человек, она для вас любимый человек, она вам нужна и она действительно вам, если была подругой, то вот так резко, вот так просто, если угодно, не нужно, не стоит человека терять из своей жизни. С этим, я надеюсь, вам все понятно. То есть, попробовать сделать шаг навстречу будет словно нужно. Вы пишите о том, что она уверена, что вы намеренно ее оскорбили. Видите ли намеренное оскорбление человека предполагает мотив? И мотив это то, что изначально, как правило, тем, кого мы обижаем, осознанно или нет, не анализируется. То есть, условно говоря, вашей подруге, не важно, есть у вас мотив, был ли у вас мотив обижать ее или нет, вашей подруге важно, что вы ее обидели. И вот ситуация заключается в том, чтобы вам, правильно, верно, желательно наиболее лаконично и доступно, дабы не было никаких непоняток, не было каких-либо недоговоренностей и прочего, донести до нее главное, И как только ваша подруга, ну точнее, даже если ваша подруга поймет, что у вас нет мотива ее обижать, Как только подруга ваша вот эти моменты для себя уяснит, сразу станет немножечко легче, потому что если мотива обижать нет, то, соответственно, сложнее объяснить себе самой, То есть, подруге будет сложнее объяснить себе самой, зачем вам ее обижать. Так, дальше, вам нужно как можно более детально обрисовать своей подруге, да, лучше всего, наверное, в письме, потому что слова, Слова она может не воспринять, слова, как бы, ну, перебить, условно говоря, человека, не позволить ему говорить что-то, да, не позволить ему как-то объяснить что-то и так далее, А вот все-таки именно письмо не так просто перебить, то есть письмо в любом случае человек, ну, скорее всего, зачитает до конца. То есть, вот этот момент, я думаю, ну, более чем понятный. Итак, вам нужно донести до своей подруги то, что вы, условно говоря, ну, вот, оказались во вас в определенных обстоятельствах. То есть, нужно до нее донести, что у вас были определенные обстоятельства, которые, ну, вот, провоцировали такую вот вашу реакцию, такое вот поведение в вашей параметре. И спокойно, набирать пять, постараться объяснить ей все обстоятельства того, что произошло. Угасать на неточности того, что приняла ваша подруга. Донести до нее то, чего хотели вы, то, чего она не поняла, и по возможности указать те моменты, которые ваша подруга приняла в, ну, скажем так, немножечко в искаженных формах. Далее. Доказывать свою правоту подруге, конечно, не стоит. Доказывать вообще кому-либо что-либо не стоит. Это, знаете ли, неблагодарное и бесполезное занятие. Ну, просто потому, что, если человек хочет вас слышать, он вас услышит, а если человек не хочет вас слышать, то, что бы вы ни делали, вряд ли это заставит его к вам прислушиваться. Если человек не хочет к вам прислушиваться, то, что бы вы ему ни сказали, он будет воспринимать негативно. Просто потому, что без настроя воспринимать человека, сами слова, они могут быть какими угодно, они могут быть насколько угодно, там, правильными, красивыми, интересными, там, глубокими и так далее. Все это не имеет никакого смысла и значения, если она сама не готова делать к вам шаги навстречу. И если вы будете чересчур доказывать ей, что вы правы, если вы будете пытаться откровенно донести до нее свою точку зрения, она увидит, что вы, например, слишком сильно нуждаетесь в ней, это, к сожалению, спровоцирует ее на, ну, скажем так, на осознание того, что вы пытаетесь с ней сблизиться, потому что она вам нужна для чего-то. То есть человек скажет такую фразу, может сказать такую фразу, как, например, ну, что, соскучилась по мне, или, там, без меня не можешь, что, собственно, вспомнила обо мне, ну, и так далее. И вот, чтобы этого у вас не было, важно сохранить лицо. Важно показать ей, что да, вы, в общем и целом, хотели бы с ней продолжать отношения, хотели бы с ней дружить, но вы, дорожа ей, все же не собираетесь предавать себя и унижаться перед ней, потому что, если вы, например, допустим, если вы будете унижаться, то это будет уже совершенно не то, что можно назвать, ну, какими-то такими, знаете, равноправными отношениями. И потому делать этого вам не стоит. И таким образом, таким образом, резюмируя то, что я вам рассказал, хочется сделать такой вывод небольшой, что, если подруга ваша, вам действительно дорога, она вам, судя по всему, действительно очень дорога, то вам можно, вам нужно постараться ее вернуть. Но, помните, что не стоит унижаться, не стоит терять собственное лицо и принижать себя, потому что это не заставит подругу думать о вас как-то иначе, чем она думает сейчас. Но при этом искренность, искренность необходимо вложить, по крайней мере, вот в одно или два письма, которые вы напишете ей, я уверен, искренности вложить стоит, ну, вообще говоря, максимальное количество. То есть, если искренности у вас будет достаточно в вашем, например, письме или в вашем сообщении ей, то можно тогда с большей долей уверенности сказать, что, может быть, она именно окажется тронута тем, что вы ей сказали, тем, что вы до нее донесли. И это поможет вам решить вашу же проблему. Я желаю вам удачи, я желаю вам удачи в правильном подборе слов. Вы спрашиваете нас, какие слова подобрать, написать ей на почту. Знаете, по поводу слов, я вот, кстати, думаю, что об этом тоже нужно сказать. По поводу слов, значит, какие слова подобрать. Знаете, ну, вообще говоря, подобрать нужно те слова, которые кажутся вам наиболее правильными. То есть, условно говоря, те слова, которые идут из вашего сердца, которые идут от души, те слова, которые вы сами для себя посчитаете правильными. Я бы не ориентировался бы на вашем месте, на какие-то рекомендации людей, на какие-то советы людей. Почему? Ну, потому что это ваша подруга. И вы ее, свою подругу, знаете лучше, чем кто бы то ни был другой. И отсюда несложно догадаться, что если вы свою подругу знаете лучше, чем кто-либо другой, то и она знает вас, и она всегда поймет, когда слова ваши, а когда слова кого-то другого. Так вот, очень важно, чтобы слова были вашими, чтобы реакция была ваша, чтобы она чувствовала искренность и естественность, чтобы она чувствовала, что с ней говорит именно ее подруга, а не кто-то другой. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Пойдемте Some4